Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы продолжим говорить об Эзекиилевом описании храма, которое содержится в 40-х главах книги пророка Эзекииля. Обратимся сейчас к 42-й главе. Здесь с упорством продолжается описание размеров и строения будущего Иерусалимского храма, который Эзекииль описывает в подробностях, говоря тем самым читателю и слушателю, что вот точно будет, точно, я его видел собственными глазами. Поэтому он так детально описывает размеры каждой части. Кроме этого, собственно говоря, можно только еще обратить внимание на отдельные детали, которые явно не несут для современного читателя какого-то содержательного аспекта. Может быть, для современников Эзекииля, при том, что Эзекииль сам происходил из храмового священства, и, вероятно, его слушатели, те, к кому он обращался со своими пророчествами, не все, но, по крайней мере, некоторые тоже происходили из храмового священства. Поэтому для них это было важно, что это все будет означать через одно-два поколения, а уж тем более для позднейших, например, современных читателей, это большой вопрос. И это, знаете, вообще повод задуматься о природе священного писания, потому что нередко у нас появляется в головах такая странная идея, которую обычно называют божественным диктантом. представление о том, что там Бог каким-то образом, технические подробности обычно не обсуждаются, продиктовал тем или иным библейским авторам те или иные тексты, ну и, соответственно, надо к этому относиться как к слову, которое сказано непосредственно Богом. Ну, это довольно осмысленная позиция, когда речь идет о десяти заповедях. Ну, вот тут как раз у нас мужества не хватает, поэтому мы обычно каждую почти из заповедей пытаемся как-нибудь так обрулить, чтобы не очень точно выполнять. А вот посмотрите, если на вот такие тексты, где множество слов, и только очень мелким ситом внимательного взгляда можно выделить не то, чтобы нечто, имеющее глубокий смысл, а хотя бы представляющее интерес. И на самом деле таких текстов немало, немало. Иногда это отдельно, так сказать, вкравшаяся страница, а иногда главы за главами, как вот здесь или как там, может быть, столетием с небольшим позже мы обнаружим с вами в книге Иова, где тоже бесконечные повторения из пустого к порожне одних и тех же нелепых мыслей у друзей Иова. Ну, вот здесь ничего нелепого, но все-таки цифры, 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 цифры. И понятно, для чего и почему. На самом деле, с точки зрения научной библиистики, да и вообще здравого смысла, и с точки зрения нашей веры в Священное Писание, важно понимать, что в нем есть вот такие вот детали, которые не являются откровением о Боге, не несут откровение о Боге. То, что вот там комнаты на внешнем дворе занимают длины 50 локтей, это просто красивые слова. И все. Откровением о Боге является тот факт, что Бог обещает восстановить храм. Да, это откровение о Боге. Тот факт, что он дает пророку пережить реальность этого видения. Да, это откровение о Боге. А остальные детали нет. И понимаете, тоже это важно, потому что как в иудейской, так и в общем и в христианской традиции, особенно в средние века, да, особенно в христианской традиции, утвердилась манера всякую деталь подвергать некоему, условно скажем, духовному истолкованию. Это даже в новозаветных притчах малоуместно и совсем неуместно вот по отношению к такого рода текстам. Когда ты читаешь такие главы, как, скажем, вот 42-я глава, если 41-я глава Эзекииля, очень видно, очень наглядно, как важен действительно и как реален человеческий элемент в структуре этих текстов. Следующий, так сказать, теологический вопрос, как мы это осмыслим, ну и это достаточно трудная и обширная, исследуемая христианскими мыслителями тема. Вот, как-то это осмысляется. Но сам факт того, что некоторые, знаете, православные, русские православные богословы середины 20 века обозначали, как некоторое халкидонское подобие Священного Писания, говоря о том, что Божественное и Человеческое соединяются в нем загадочным, таинственным образом, как Божественное и Человеческое во Христе. Итак, вот, 42 глава посвящена этому детальному описанию, на этот раз помещений для священников и общей площади храма. И, собственно, помимо всего сказанного, я бы обратил внимание еще вот на что весьма вероятно, что и для Эзекииля, и для его слушателей это было важно. В пророчестве о помещениях священников вокруг будущего храма говорится подробно и очень настойчиво, много раз на самом деле, несколько раз. В частности, вот здесь, в 42 главе, в середине говорится о том, что вот это помещение, в котором священники, приближающиеся к Господу, съедают священнейшие жертвы, ничего нельзя выносить из этих жертв, они там же должны быть приготовлены, там будет внутри двора священников помещение, где все это будут готовить. И в этих зданиях, вокруг собственного храма, в этих помещениях священники должны снимать одежды, в которых они совершали богослужения. Это должны быть льняные одежды, и ничего шерстяного, и одеваться в новые, одевать другие одежды, соответственно, выходить к людям в других одеждах. по-видимому, некоторая символическая идея может быть более понятная для современников, чем для нас. Символическая идея отделенности Бога, пребывающего в Иерусалимском храме, или который должен, как ожидается, как мы надеемся, быть в Иерусалимском храме. Вот Бог и народ. И священники, которые, так сказать, курсируют между тем и другим, восходят от Израиля к служению Богу, приносят жертвы, и потом возвращаются обратно к народу, они не должны, так сказать, вот этого пламени святыни принести к народу, потому что это может осквернить имя Божье и опалить народ этой славой. Вот сама по себе эта идея отсутствия контакта физического, телесного через одежды священников, ну вот она, в общем, важна для того, как Иезекииль описывает Иерусалимский храм и его жизнедеятельность. Они должны надеть на себя другие одежды и тогда выходить к народу. Ну, вообще говоря, конечно, идея специальных одеяний, которые присутствуют в очень многих христианских конфессиях, в том числе у православных, конечно же, она не совсем из воздуха берется. И еще замечу, это не просто сохранение древнего, старомодного, старинного, потому что, ну, конечно, большая часть священных одежд, христианских священников, это некоторые, там, слегка эволюционировавшие, очень древние, обычные одежды. Нет, не только в этом дело. В общем, каким-то образом христиане достаточно давно эту мысль ветхозаветную, Езекиилеву, мысль о необходимости разных одеяниях для служения Богу и для контакта с народом, как-то мы это восприняли. до какой степени она перпендикулярна и чужда Новому Завету? Ну, подумайте сами, это, в общем, довольно очевидно. Трудно себе представить, чтобы Господь наш Иисус Христос заповедовал бы своим ученикам вот нечто подобное. но для ведения Езекииля, для того, чтобы обозначить высокий идеал Иерусалимского храма и для того, чтобы обозначить необходимость глубочайшего благоговения перед святыней Божьей. Вот этот образ переменной одежд используется чрезвычайно уверенно. Продолжение следует...